Всего три ошибки делают тренировки на пресс не только бесполезными, но и опасными. Атлета, привет! И под конец этого видео ты узнаешь, какие ошибки не дают тебе прогресса в тренировках на пресс и какие даже являются для тебя опасными. Хочешь говорить? И давайте начинаем. Первая ошибка, которую ты должен исправить, это прогиб поясницы. При выполнении всех упражнений на пресс лёжа, ты должен слить за тем, чтобы не прогибать поясницу. Когда какое-либо упражнение будет становиться сложным для тебя, у тебя будет соблазн прогнуть поясницу, чтобы переместить часть нагрузки на неё. Чтобы этого избежать, ты должен воспользоваться всего тремя шагами. Первый шаг, поднимаешь кучевой пояс земли. Таким образом. Второй шаг, ты должен втянуть пресс вовнутрь. И третий шаг, ты должен подкрутить таз. Это правильное положение. Главное, это убедиться в том, что под поясницей не остаётся никакого свободного пространства, что же твоя рука не может туда пролезть. Но как только ты чувствуешь, что какое-то упражнение становится сложным для тебя, и ты опять начинаешь прогибать поясницу, обязательно прекращай это упражнение, переходи в изначальное правильное положение и начинай сначала. Вторая ошибка, это неравномерное дыхание. Для того, чтобы увеличить эффективность упражнений на пресс, ты должен научиться правильно дышать. Главное правило, которое ты должен запомнить, это выдыхать и сокращать пресс в верхней точке упражнения. Например, когда ты делаешь обычное скручивание, концентрируешься на том, чтобы выдыхать в верхней точке. И третья проблема, которая напрочь блокирует свой прогресс, это то, что ты выполняешь упражнения бесконтрольно и быстро, а именно ты используешь энергию для облегчения своей работы. Выполняй каждое повторение медленно и подконтрольно, и ни в коем случае не следи за количеством повторений. Выполняй тейировки на пресс до отказа, либо используй табата таймер, чтобы следить за временем, но точно не за повторениями. Много подобных интервальных тейировок ты можешь найти у меня на канале. Вот и узнал про три главные ошибки, которые, я надеюсь, ты обязательно исправишь, чтобы не вредить самому себе. Хотел бы тебе напомнить про нашу цель на данном канале в 1000 подписчиков. Если видео действительно было полезным, не забудь подписаться. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!